Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я, видите, перед вами сейчас такая красивая, ненакрашенная. Дело в том, что я сейчас просто буду заниматься, и макияж, естественно, ни к чему. В последнем видео было очень много вопросов о том, что за тренировки у меня, с кем я занимаюсь. Я занимаюсь с Jillian Michaels, и давайте я покажу вам сейчас, что за тренировка такая. Вот она у меня уже открыта на полный экран, называется тренировка 30 Day Shred. И я сегодня на восьмом дне первого уровня, потом еще 10 на втором, и 10 на третьем надо будет. Я себе, видите, вест прикупила, матик, и у меня даже кроссовки оказались в цвет мата. Это мои тренировочные найки. Миша, хочешь кушать? Давай, поднимись на руки. Вот так кушает она. Чему хорошие. Я сейчас собираюсь чекыниться на свой завтрашний вылет, я лечу опять в Париж, и это не может меня радовать. Смотрите, что я сейчас буду делать. Я беру вот это вот место в проходе, во-первых, на всякий случай, а во-вторых, когда два уже заняты, и одно свободное здесь. Очень маловероятно, что кто-то сюда захочет по собственной воле сесть, поэтому если самолет не будет полный, то мне повезет сидеть на двух сиденьях. Накормила кошку, теперь надо позаботиться о том, чтобы и муж был сытый. И, как правило, накануне поезда каких-нибудь на несколько дней стараюсь готовить большую кастрюлю какого-нибудь супа, чтобы я была уверена, что у мужа есть что-то поесть домашнего, потому что мы всегда все-таки за домашнюю еду. Сегодня в планах грибной суп, здесь у меня несколько видов грибов, ну хотя вот это, в общем, считай, шампиньоны и то, и то. Да, у меня пойдет еще клубника и творог тоже в суп. Нет, на самом деле сейчас мой завтрак будет. В общем, буду варить грибной супчик. Смотрите, что я сейчас монтирую. Это влог из Майами. Если вы помните, мы в конце прошлого года с девчонками, с Викой, Юлей, ну это я и Аней, летали в Майами на конференцию, где собирались разные ученые, которые занимаются красотой и здоровьем волос. В общем, я не могла долго выложить это видео, потому что технология эта не была еще доступна в России. Наконец-то она стала доступна, поэтому смотрите дальше это видео. Всем самого доброго утра. Я сегодня проснулась в Майами. Видите, я уже успела сходить в душ. Стою за спачами под глазами. Надо сейчас собираться. Видите, у меня уже здесь вариант аутфитов выложены на кровати. Утром сегодня в 8, или нет, в полвосьмого утра ко мне ворвалась в номер Вика, разбудилась, за что я огромное спасибо, иначе я бы точно еще долго спала. А так мы уже успели с Аней сходить на завтрак, помыться, и у меня еще есть порядка 40 минут для того, чтобы собраться. Кто сходит в гости? Привет, это консультант Ари Флей. Здравствуйте. Можно мне, пожалуйста, волосы выправить? Пожалуйста. Мое тоже. Хорошо смотришь, что ты и яблочко. Ты съела свое? Знаешь, мое какое-то хрень. На меня какие-то белые штуки налетли, но мне кажется, не съедобно. У меня мое есть, но с розетками, ты знаешь же, что у меня будет греться примерно 5, а потом выпрямляться будет очень плохо. Хорошо. Можно я у тебя понищебродствую? А, ты прям здесь и станешь? Все окей. Тем лучше, а тем лучше. Я сейчас быстренько и пойду поем, чем-нибудь, чем-нибудь уходим. А я как раз снимала утренний вложик, поздоровалась со всеми и обещала показать номер, но я тут как-то так хожу и не могу его никак показать. Ну, у тебя на самом деле он большой, поскольку двухместный, и у меня вот это вот страшное чудище, оно так вот с этими завязочками, как будто варку бы вытаскивала. Кстати, да, мы вчера сидели за чулками. У меня меньше намного и компактнее. Я все... о, еще кто-то. Кто к нам пришел? Фея? Он тебе не работает? Он тебе не работает? Лобочку надо нажать. Я уже все, можно. Че, подожди, подожди. Ты прекрасна, ты хочешь попасть в лук? Юля, доброе утро. Так подожди, тебе отельский дать фен? Дайте мне какую-нибудь... Работаешь. Так принеси, пожалуйста, потому что мне дурно было мучено. Потому что Лиза сейчас тоже слушается. О, Аня, спроси, потому что она уже... Аня, да, она сейчас, по-моему, тоже, наоборот, собиралась голову мыть. Она собиралась голову мыть, выходить через 20 минут. Да хорош пугать, выходить через 20 минут. Насколько это выглядит странно. Аня, насколько это выглядит странно? Мы поедем, пум-пум-чин-си, на оленях утром родим, неотчаянно ворвемся. Вот так вот мы собрались. Каждая смотрит, поправляется. Да. У Ани вот макияж, у меня, видите, тоже прекрасный макияж. Лиза решила, зачем красить? Можно просто очка, да? Я просто вчера подралась. Юля, ты подралась вчера? Да. Я подралась. Ой, я эту улицу знаю, я здесь гуляла, кстати. Тут клевенько. Майами. Май в Майами, Майдугу. Ну, что, Таски захотелось на пляж. Заметили, да? Фактически все дома белые. Ну, что ж, первая часть мероприятия у нас подошла к концу. Пока мы прослушаем такую конференцию. Погулять. О, нехотяк, что-то будет. Ай да. Так, ну что, у нас закончился день. Я хочу передать привет маме, папе, брату, собаке, двум котам и сказать спасибо всем этим людям. И вот этот Оскар. И вот этот вот, баба, обожаемый. Баба, обожаемый. От всего сердца. Да. Мы в Майами, девочки, почему? Мы сейчас вернулись после конференции. Посмотрите, что я обнаружила у меня в отеле. Ведерко со льдом и шампанским. Мне так нравится еще дизайн всего этого интерьера. Вот этот огромный шкаф, это мини-бар. Огроменный просто. И тут все, что хочешь. И поесть, и попить. И там еще в холодильнике соки, лимонады. Короче, классная штука. Мне очень понравился интерьер. Да, в моем вкусе. И вот это окно белое тоже очень классно. Мы сейчас решили воспользоваться моментом, пока мы в таком теплом климате сходить на пляж погулять. Я вот плачечко решила такое надеть. Потому что у нас уже холодно. Неизвестно, когда мы в следующий раз посчастливится его надеть. И босоножки будем гулять босичком по пляжу. Клево. Скажи мне, что ты думаешь по поводу бутылки шампанского? Вот, да. Вот такая реакция была, когда я сказала. Она еще засмеялась и сказала, вот это подгон. Вот это я понимаю. Я считаю, мы готовы. Я считаю, тоже. Четко. А, кстати, это у меня юбочка такая, мини. Да, мне очень нравится этот разрез спереди. А сзади? Как тебе сзади? Сзади разыгрыша нет. Три минуты спустя ко мне приходит Юля. И мы понимаем, что мы две подружки-невесты в белых таких вот платьях. Ну, как кружевных, но они поэтому льняные. Кажешь, что я как бы вообще не вписываюсь к вам. Там есть черные и эллиантные шорты. Мы ехали, шла парочка. Тоже, кстати, еще и дадут. Девочка вот в таких вот шортах, где я обычно ребенка шла. А мальчик просто тупо в одних джинсах. У него торс, он его накачал, а он его несет красиво. Ну, это пара призов идет просто. Я всем рассказываю, как я в Элтанжесе когда беру из Гэри. Я там тоже рассказывала, идет парочка. Просто Кен и Барби. И у мужика ноги блестят больше, чем у женщины. Они просто выглядят такие. На масле там просто идет. И там, знаете, как в зеркало можно посмотреть. Гляжусь в тебя. Ты посмотрела? А что удобно, вот у вас есть такое, что вы в моем машине и заглядываетесь на твои тему? А если он бы своё лицо вот так населить? Нету. Да. Чё нету? Это вообще-то мои вещи. Блин, у меня косметики в доме больше, чем у вас у всех троих местных взяток. Но здесь у меня просто, я не знаю. Сейчас лифтик мне в лицо прилетит. Нет, это блузка. А, значит, в другой штучке. В красном чемодане. Хорошо, что тут трусов нет. Очень всё компактно. Чего хорошего? Давай там, в красный лезь. Да-да-да. У меня просто нет продуктов и кисточек, которые используются для одного. У тебя яблочко застряло. Через самая челюсть! У тебя столько вещей. Разве челюсть вам на ютуб привезла? У Лизы такое количество вещей, которые никогда, никуда, на месяц в Таиланд не брала. Просто жить месяц в другой стране не брала. Они надо мной ржали, что я сделала слишком много вещей. В итоге, Вика сегодня ходила в моих босоножках. Юля в моих очках. А я только что выбирала между моими шортами, какие лучше надеть и какие ей больше подходят. Я тоже выбрала. И выбрала в итоге. Что, кто ещё? А, все едят мои таблетки. Не спрашивайте, кто-то сегодня будет пить моё вино. Мы узнали, что это шампанское вино. Не спрашивайте, какие таблетки. У нас тут вечеринка перед свадьбой. А потом включить песню, на самом деле, потом всё равно же поставим какое-нибудь. Включай пробайник от песни. Она просто шедевр. Просто. И вот самое странное, мне пришла в голову идея это послушать. Очень странно. Это очень нетипично. Вот что я привезла с собой из Майами. И, в общем, как нам рассказали на этой конференции, в обычной водопроводной воде содержатся разные минеральные примеси, которые, когда мы моем голову, накапливаются в волосах и лишают волосы блеска, здоровья, силы. А на кожу эти минеральные примеси не влияют, потому что у нас в клетках кожи есть антиоксидант. Он называется гистидин. Я в этом не разбираюсь, но вот как мне рассказали, так я вам и передаю. Так вот, вот это вещество, этот антиоксидант, учёные решили добавить средства по уходу за волосами и полностью обновили формулу бальзамов-ополаскивателей понтин. Вот один из них у меня сейчас в руках как раз. И получается, что теперь, когда мы моем голову, в шампунях тоже есть вещества специальные, которые не дают этим примесям накапливаться в волосах. А вот эти бальзамы, они не только смягчают волосы и облегчают расчесывание, но и вот помогают бороться с этими минеральными примесями и как бы восстанавливают волосы изнутри. Так что вот вам для информации. Мы там ещё лично пообщались с разными врачами-трихологами, и все говорили, что после мытья волос надо обязательно использовать бальзамополаскиватель. Я, на самом деле, всегда им пользуюсь и не представляю вообще, как можно помыть голову и не воспользоваться бальзамом, потому что иначе у меня будет просто солома на голове. Напишите, пожалуйста, в комментариях там внизу, пользуетесь ли вы бальзамами и если не пользуетесь, то почему. Ладно, друзья мои, будем, наверное, прощаться. Мне ещё надо вещи дособрать, прибраться вот это вот всё здесь после тренировки. И закинуть стирку, потому что не всё есть чистое для поездки, что мне надо. Спасибо, что были сегодня со мной, встретимся в следующих видео и пока-пока.